Полтора миллиарда телезрителей Четыре ведущих Остров Реюньон Самое масштабное телевизионное событие Здесь каждый воин, каждый должен победить Дамы и господа, первый канал представляет второй сезон нашумевших игр Сегодня не просто игра, сегодня мы пересекаем экватор Ровно половина отборочных туров позади А это означает, что до победы одной из команд остается все меньше времени Индийский океан Третий по величине среди самых больших океанов планеты Его площадь около 75 тысяч километров И в этих водах есть маленький затерянный остров Реюньон Именно на нем разворачивается настоящий триллер Четыре команды Украина, Франция, Китай и России Собрали самых известных актеров, певцов, спортсменов и политиков На середине пути у российской сборной есть три победы Наши команды, знай наши Богатыри И гламурные сердца Заняли первые места Мы должны взять реванш Добро пожаловать Дмитрий Нагиев, Первый канал Я приветствую всех поклонников Больших состязаний Дамы и господа Шестой отборочный тур Стадион города Сан-Пьер Встречает команду из Китая Наших братьев-славян Команду из Украины объективная сила И французскую команду, которая сегодня тоже рассчитывает на победу А теперь встречайте Дмитрий Нагиев и команда из России горячие перцы Когда мы бросали вызов, мы не были уверены, что наш вызов примут Но достойные соперники приняли достойно наш вызов И вот мы здесь Мы в Индийском океане На острове Реунион Я приветствую наших украинских друзей Дорогие китайские гости Бонжун, мадам, месье И нам отступать некуда За нами Россия Я приветствую команду горячие перцы Именно сегодня и именно они будут подстаивать честь нашей державы Капитан команды, депутат Государственной думы Алексей Митрофанов Тренер команды Ольга Слуцкая Горячим перцем успеха, терпения и победа Дамы и господа, я представляю бессменного тренера наших команд Ольгу Слуцкев Оля, вы позволите, я приглашу сюда капитана команды горячие перцы Алексея Митрофанова Алексей, будьте любезны Скажите, пожалуйста, команда готова, как вы считаете? Команда полностью готова, подготовлена Вчера была последняя тренировка Вечером я с ударной силой нашей команды, группой «Чай» вдвоем занимался Я думаю, они должны вытянуть всю команду Только что у нас было собрание Нас собирал замечательный Оливье Ганьян Который сказал, что правила ужесточились Будет строжайшая дисциплина, дисквалификация За любые огрехи, споры, эмоции И плюс они еще больше ужесточили правила конкурса с быками Но конкурс с быками нас ожидает только в середине турнира Пока я хочу представить вам сегодняшнюю команду горячие перцы Солисты группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, Денис Клявер Пародист Николай Лукинский Телеведущая Ксения Собчак Певица Светлана Светикова Актер Александр Лойе Олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян Кандидат мастера спорта по бегу и плаванию Алексей Бакуленко Мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Жинкин Мастер спорта по легкой атлетике Светлана Рубина Кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике Игорь Черков Капитан команды, депутат Государственной думы Алексей Митрофанов Тренер команды Ольга Слуцкер Надеюсь, что команда подобралась такая, действительно, горячие перцы и будет, думаю, все, окей Сильная команда, я верю в нее и надеюсь на нее Хочу просто, просто, чтобы Россия всегда выигрывала и вперед, 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 вперед Ура, ура, Россия, вперед, я верю в вас Итак, еще раз напомним, что в команде горячие перцы играют Стас Костюшкин, Денис Клявер, Николай Лукинский, Ксения Собчак, Светлана Светикова, Александр Лойе, Карина Азнавурян, Алексей Бакуленко, Кирилл Жинкин, Светлана Рубина и Игорь Чертов Капитан команды Алексей Митрофанов Тренер команды Ольга Слуцкер И первый конкурс нашего турнира называется спецвыпуск В конкурсе спецвыпуск команда должна собрать газету Для этого каждый из участников в руках несет по одной странице Сложность в том, что полоса препятствий представляет собой движущуюся платформу Одолеть ее нужно за 30 секунд Выигрывает команда, которая донесла до финиша больше всех страниц Итак, кто играет в первом конкурсе? Известный актер Саша Луе Наш известный российский сатирик Николай Лукинский Леша Бакуленко, спортсмен Певица Светлана Светикова Олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян Олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян В первой же игре серьезно травмировалась Рассекла подбородок и получила легкое сотрясение мозга И вот только сейчас, спустя 5 недель Карина выздоровела, собралась силами и снова может принять участие в соревнованиях Вперед чемпионы! Вперед чемпионки! Вперед Россия! На большие гонки! Ура! Я сейчас был за кулисами и смотрел на нашу команду Ребята находятся в боевом настроении Я им пожелаю удачи Я думаю, что мы будем первыми Я хочу сказать, что официальный спонсор нашей сегодняшней игры Битвы, я бы сказал Это 100% соки Соки и нектары тонуса Если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение Если ты хочешь быть всегда в тонусе Подготовься, дружище Тонус прежде всего должен быть в тебе Пожелание удачи, чтобы были все собраны, сконцентрированы И главное, не травмировались Но победили Россия, Китай, Украина и Франция готовы Внимание! Приготовились! Да, все слабее и слабее голос у старика Оливье Он стал посвистывать А я вижу, первым на дистанцию выходит Александр Лае Прекрасный актер, мы помним его с Яролаш Что называется, выросли на творчестве Александра Нет, ничего не получается И еще и приземлился неаккуратно Китайский спортсмен Ну, я не буду называть его по имени Потому что просто не помню Хотя, естественно, распечатка с именами всех спортсменов у нас есть А после того, как он запутался в этих резиновых штангах Мы его запомним надолго Украинцы Украинцы вообще играют хорошо Очень самоотверженно Надо заметить, что Видимая легкость этого конкурса Это легкость обманчивая Эти бочки, во-первых, они очень тяжелые Во-вторых, на этих резиновых штангах Они пружинят И не то, что помогают тебе под себя подлезать А просто откидывают назад Но вы видите У украинского спортсмена все получилось Француз Темнокожий француз Сразу ныряет под первую бочку По-моему, ему это удается Хорошая растяжка Главное не порваться здесь Нет, нет Бочки берут свое И француз оказывается на земле Николай Лукинский Надо заметить, я тихонько в свое окошко В своем номере наблюдаю, как Оля Лукинский Каждое утро выбегает на дистанцию в тренировочных брюках В кедах Он пробегает ежедневно метров так, этак, по 20 Потом два раза поднимает вверх руки Не получается, не получается На самом деле очень, очень тяжелый конкурс И я помню по прошедшим неделям Как не парадоксально Большинство травм спортсмены получают Именно на конкурсе спецвыпуск Посмотрите, казалось бы, подаченный украинский спортсмен А нет, бочки не сдаются Но лезет вперед Проху, молодец Хорошо, удивительно Но уже дважды украинским спортсменам удается грамотно атаковать Эти гигантские 50-килограммовые бочки Пока только украинцам это удается Все остальные команды по нулям Какой настырный француз И он проходит дистанцию Один балл зарабатывают французы Кто это? Это наша красавица Карина основная очень медленно Медленно, но так пытливо Она пытается преодолеть эту бочку Практично Извините, дорогие друзья Я улыбаюсь, потому что рад просто Что Карина в хорошей спортивной форме И в прекрасном настроении Как и вот этот вот тот же слетевший китаец Украинцы, украинцы продолжают свои атаки Какая-то тактика особенная А может быть они просто себя не жалеют Так, как жалеют себя участники других команд Очень хорошо девушка бежит Приглядывается к бочке Как бы заклиная ее Бочка, дорогая Нет, дорогая бочка не сдалась Французская красавица Тернокожая на дистанции Ныряет, ныряет и сразу мимо бочки Нет, очень тяжелый конкурс Надо заметить, что я его пытался проходить Мне это удалось Мне вообще удалось пройти все дистанции На больших конкурсах Но поскольку я это делаю в одиночку и по ночам Кроме вас Этого теперь никто не знает Кто это? Это Алексей Вакуленков Как хорошо Леша ныряет 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 Шлем на глазах Перепрыгивает Еще раз нырнуть Ну, ну, лишь бы не оставили силы Пока ему удается чуть-чуть прибавить скорости Молодец, молодец Вакуленко Он дошел, он дошел И он несется сюда Он падает, спотыкается Он не понимает ничего Ему не встать, не лечь Он здесь Иди сюда, дружище Я держу тебя Мы здесь, мы тебя Иди сюда, Вакуленко Иди сюда, молодец Скажи, пожалуйста Вообще нет ориентирования в этом грудящем Сначала, конечно, легкая задача Но это не так, поверьте Мы тебя поздравляем Ты был одним из лучших игроков Больших гонок первого сезона Спасибо тебе за хорошее начало Молодец, Алексей Вакуленко А украинцы продолжают штурмовать Двигающийся подиум С тремя гигантскими подвесными почками Нет, ничего не получается у Украины И последними на дистанцию выходят французские спортсмены Практически ничего уже не изменить Я вижу, как время медленно, но очень верно двигается к своему логическому завершению Все Стоп игра Да, большие гонки абсолютно непредсказуемы Иногда в них всего за несколько минут могут произойти самые неожиданные события Так, например, в этот раз в первом же конкурсе спортсмены получили множество ссадин и ушибов Надеюсь, они не очень серьезные, хотя здесь возможно все Ну, адреналин прет, конечно, по полной Ребята молодцы, травматичная очень вот эта дорожка Все равно все глаза горят за Россию Алексей, чем довольны, чем нет в первом же конкурсе? Ну, я считаю, нормально мы начали Может, было бы лучше Возьмем во втором конкурсе Во втором конкурсе Мы же гвардию сейчас выпускаем Чем вдвоем идут Вдвоем при всем идут Итак, дамы и господа, я вижу, что Оливье Ганьян выставляет результаты конкурса По результатам первого конкурса Китай получает один балл Франция и Россия по три балла И Украина четыре балла Итак, дамы и господа, я напоминаю, что за моей спиной находятся декорации финального поединка под названием горки От того, сколько в течение игры команда завоюет баллов Будет зависеть, с какой отметки начнет команда игру в финальном конкурсе Планка начинает двигаться На эту минуту времени, после первого конкурса, планка нашей команды стоит на отметке три Итак, второй конкурс Конкурс называется «Скорая помощь» В конкурсе принимают участие по пять человек от двух команд Первая участница в образе медсестры дает таблетку пациенту Которого должны перевести коллеги с одной стороны арены на другую Там пациент должен передать таблетку второй медсестре Выигрывает команда, передавшая наибольшее количество таблеток А сложность в том, что на арене присутствует бык Скажите, пожалуйста, Алексей, кого бросили на этот конкурс с быками? Бросили лучшие кадры Здесь плохих нету? Неплохих нету Дуэт чай вдвоем и Саша Лае Ну а в роли очаровательных медсестер, или как я их называю, нянечек В конкурсе «Скорая помощь» будут выступать певица Светлана Светикова и телеведущая Ксения Собчак Мне кажется, самое прекрасное – это Ксения Собчак в образе медсестры Нет свечи, мы тоже ничем с Светлана Все, не дали какой-то халат Кому я спасать иду? А-а-а! Пацанов, чай вдвоем, по-моему, если мне не изменять память А может быть и нет Но я готова их спасти Самое главное, что мы друг за другом стеной стоим Поэтому я думаю, что все будет хорошо Дамы и господа, самое интересное для настоящих профессионалов – это наблюдать не сам поединок А то, какой мандраж разрывает героев А я не побоюсь этого слова, именно героев Перед поединком непосредственно Посмотрите на этих людей Как бы непринужденные позы Но в каждой позе сквозит волнение Посмотрите, как он перебирает ножкой А это именно волнение Мы надеемся, что муки понимают, что это действующие артисты Которые напишут еще очень много хороших песен Красавицы-медсестры из России и Китая уже готовы оказать первую помощь Выпускайте бычка Выпускайте бычка Бычок вышел и сразу атакует и ту, и другую команду Очень хорошо потихонечку начинают китайские спортсмены двигаться к финишу Наши замирают Ой, замирают, но прямо на пути быка Хватают таблетки и устремляются смело с перевязанными головами к финишу Замерли наши, замер бык Наши побежали Очень, очень хорошо Это работает на нас, когда бык атакует команду китайцев Я замираю, извините, потому что я смотрю за тем, как разворачиваются события Все происходит практически на наших глазах Светикова принимает таблетку, танцует рано Пока танцевать рано Рано-то рано, но я вижу, что рефери из Швейцарии не засчитывает таблетку китайской команде Грешно, конечно, радоваться, но я радуюсь, поскольку у наших появляется реальный шанс на победу Очень собрано работают ребята из группы «Чай» вдвоем Собрано, но на заборах На заборах пока участники всех команд переживают трибуны Это понятно, поскольку все события разворачиваются буквально в нескольких метрах от зрителей Да, да, очень сложно работать Надо еще заметить, это такие маленькие секреты, которые, может быть, зритель и зритель не видит Тележку приходится двигать по сухому сухому песку Вы сами понимаете, маленькие колеса просто вязнут в песке Бык в атаке Ай-яй-яй-яй-яй Это нарушение правил Спускаться можно только по специальному подиуму Правила нарушены Бык в атаке Еще и травму получает один из солистов группы «Чай» вдвоем Да, здесь есть от чего закрыть рот руками Волнение, волнение А время бежит Время бежит Бежит бык Наши лезут на забор Просто посмотрите, все смешалось Таблетки вроде бы мы доставляем Но какими усилиями Столько затрачено сил Но вместе с этим много было нарушений правил И мне кажется, что рэпер из Швейцарии не засчитает несколько таблеток Ни нашей команде, ни на нашу удачу, ни китайцам Не выработана тактика Тактика поведения в ринге Ни нашими спортсменами, ни китайскими Поэтому конкурс складывается очень сложно Опасно и сумбурно Это прежде всего видно по лицам игроков Посмотрите, последние секунды Ни одной команде не удается изменить течение поединка Стоп Играш Это большие гонки И только что закончился конкурс, в котором принимала участие российская команда Ребята, с быками у нас разговор короткий И все быки французские, японские, китайские Знаете, Чай вдвоем это сила Чай вдвоем это русские выки Группа Чай вдвоем впервые принимает участие в больших гонках И надо сказать, начали довольно неплохо Будем верить, что Стас Костюшкин и Денис Клявер и дальше будут играть так же уверенно И это будет приносить нашей команде неплохие результаты Я очень болею за команды, где участвуют чай вдвоем Они героически противостояли быкам Вышли с улыбкой, что самое интересное То есть волнение было не капельки Как-то волнение, видимо, нам передалось в больничку Я была уверена, что такой конкурс, знаете, для такого старшего тинейджерского возраста Реально убийства Мне было так жалко, ребят, прямо быт схватил нашего мальчика Многие пишут нам в редакцию, не пострадала ли ты Нет, я пыталась его отвлечь таблетками Но это никак не реагировало Люди все-таки были интересны А теперь давайте посмотрим, насколько интересным будет поединок между Украиной и Францией Все участники готовы? Выпускайте бычка! Выпускайте бычка! И бычок выпущен! Как хорошо! Французы сразу набирают скорость И спокойно хватают таблетку И спокойно лезут на забор Я не вижу, покажите мне, что происходит в этот момент с украинской командой Украинцы тоже взяли таблетку и мешают Посмотрите, игроки мешают друг другу Но здесь никто не будет уступать Как на Елисейских полях Бибиб, можно я проеду? Да, конечно, проезжаю Нет, здесь кто смел, тот и съел, что называется Пока опережают французы, мне кажется Нет, нет, украинцы опережают, но тоже застопорились на спуске Я еще раз напоминаю Ох, как на рога поддевает бык французского спортсмена Я еще раз напоминаю, что по условиям этого поединка Подниматься на специальный лечебный больничный кровать И спускаться можно только по вот этому вот деревянному подиуму Или на стилу Прыгать в сторону нельзя Ты можешь принести хоть 200 таблеток Они не будут засчитаны Пока хорошо Вроде идут команды Чуть-чуть Одна опережает другую Бык, бык наматывает круги Поддевает на рога француза Ох, 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 ох Посмотрите, пыль столбом И здесь тут же поспевают специальные люди Которые просто обязаны охранять спортсменов от жесточайших травм Эти люди на себя отвлекают внимание быка Они специально одеты в красные футболки Хотя никто им рассказал, что бык различает цвета, я не знаю Но тем не менее, они тут же быка выманивают на себя Пока тяжело, сложно складываются отношения между командами Отношения каждой команды со своими таблетками Французская спортсменка кладет еще одну таблетку в свой специальный больничный сундук Мне так кажется, конечно, результаты будут подводить судей Но мне кажется, что пока команды Франция и Украина работают примерно в рове Ну, посмотрим, время еще есть Время есть В атаке бык Здесь видно, что каждая команда выработала какую-то тактику поведения в ринг Ох ты, ой, какой серьезный удар получает рогами Украинский спортсмен еле добегает до ограждения Чтобы себя как-то оградить Поднимает руку Стоп игра Стоп игра Такие команды просто так не звучат Видимо, очень серьезную травму получает украинский спортсмен Есть разные травмы, дамы и господа Есть травмы, когда ты стиснув зубы, закусив у дела, продолжаешь поединок Есть травмы, где все Где ты понимаешь, что больше не может И мне кажется, что это именно такой случай Врачи бегут, причем не только украинские И наши, и французские Все очень и очень серьезно Да-да-да Павел, что случилось со спортсменом? Скорее всего, у Юры травмировано что-то в районе легких Возможно, это ребра Ну, пока точно нельзя сказать, что произошло с украинским спортсменом Но ясно, игрок выбывает из игры и продолжать соревнования не сможет Как говорит врач украинской команды Их участник сейчас будет направлен в больницу на обследование Он был настоящий туре Адор Что все трибуны провожали его аплодисментами И гиганты Ура! Но игра есть игра И пришло время подводить итоги конкурса «Скорая помощь» Российские и китайские спортсмены нарушили правила в этом конкурсе Поэтому России засчитывается одна таблетка, а Китаю – ноль Французам засчитывается две таблетки и украинским спортсменам три таблетки Украина – четыре балла Франция – три балла Россия – два И Китай – один балл Общие результаты на этот момент таковы Россия – пять баллов Китай – два балла Франция – шесть баллов И Украина – восемь баллов Те ошибки, которые были, да, они не связаны Кто-то лучше, кто-то хуже У кого-то одно получается лучше, у кого-то другое Поэтому я, как бы, надеюсь и уверен, что мы будем первыми Вот, ну, сейчас, пожалуй, мы увидим, посмотрим Итак, дамы и господа, пришло время третьего конкурса Несмотря на свою внешнюю забаву Он очень и очень сложный Конкурс называется «Пляж» В конкурсе «Пляж» задача участников состоит в том, чтобы, соскользнув с горки на доске для серфинга, добраться до импровизируемого острова и всем на нем разместиться Сложность в том, что надувной остров очень подвижный И если во время спуска сильно разогнаться, можно столкнуть в воду всех своих товарищей От нашей команды участвует певец Денис Клявер Олимпийская чемпионка Карина Азнавурян Парадист Николай Лукинский, телеведущая Ксения Собчак, актер Александр Лае И певцы Светлана Светикова и Стас Костюшкин Ваша задача за более короткий промежуток времени Все семь игроков, чтобы вы их забрались на проб Вместе с лодкой, лодку не терять Еще раз, не сидеть Они строго будут шкараповать за это Полуприсед, вот так, уже все, это не считается Они не выпустят следующего игрока Итак, на старте российская команда Горячие перцы Три, два, один Три, два, один С плохим прононсом говорит Олимпийский Карьян и пошел Чай вдвоем Растерялся, полные ноздри воды Ну а что делать? Нет, нет, все, все успел, все, затащись Снова я уезжаю к незнакомым рассветам Задаваясь вопросом Молодец, 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 Денис Затащил, теперь главное устоять Устоять, кто это летит? Соля Лукинский, прекрасно, прекрасно прилетел Давай, давай, Николай, ты можешь, ты можешь Говорю я ему, и Николай меня слышит Следующая пошла Ой-ой-ой, как загнуло Собчак Но Собчак молодец Некоторые спрашивают меня, кто самый гибкий в команде И я совершенно честно вам отвечаю Самый гибкий в команде Это, конечно, Ксения Собчак Если б меня так загнуло, меня бы разбивали все команды горячие пятцы Хорошо лети Ох, молодец, плод отдельно Плод отдельно, к швям отдельно Лае, Лае, хватай плод, Лае Плод хватай, плод Гриби, гриби Четыре, три секунды, две секунды, одна секунда Первый заплыв окончен Саша Лае Как он мне нравился в Яралаше Да Россия! 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 Страшно было, потому что загнуло тебя так, что ты увидела, по-моему, свои ноги, стоящие перед собой Абсолютно, я в общем, какую-то странную позу йога приняла На самом деле шлем накрылся головой, не видно было ничего Но как-то я не поняла, что потом произошло Но так было неприятно Кто-то меня учить не дошла Я страшно расстроена, потому что кто, как не я, держит баланс? Я везде помещусь Да, жаль, что Светикова не смогла проявить себя в этом конкурсе Просто не хватило времени, потому что актер Александр Лае потерял свой плод Видимо, из-за того, что неважное зрение Просто обидно, что из-за таких глупостей проигрываешь Да нет, все нормально Самое интересное, что впереди А теперь стартует китайская команда Три, два, один, начали! Начали! Практически на всех языках мира научился говорить Оливье Ганьян Первый китайский спортсмен, что называется, с места в карьер С трамплина прямо в бассейн Да-да, не надо забывать, что лодочки, на которых ты спускаешься с трамплина Должны быть подтянуты прямо на остров Второй китайский спортсмен двигается, ныряет Хорошо, очень хорошо Как будто у них есть специальный прицел Они прямо целятся, прямо на остров А вот силенок немножко не хватает Время-то идет, время идет Пока спортсмен предыдущий не залезает на остров Следующий не имеет права стартовать на трамплине Теряет время, теряет плотик свой Подтягивается, залезает Нет, не получается Вот что здесь теряет вновь плот Вот что значит иметь физическую подготовку И вновь плот падает, придется его доставать Дотянуться, удается дотянуться Время идет Следующий спортсмен, спортсменка, простите Красиво летит, красиво ныряет Ну, ходит с головой прямо под плот Теперь надо найти, как под него вырваться Залезает, не хватает сил подтянуться Пять секунд остается И, видимо, ничего у китайцев уже не получится изменить Стоп, игра! Надо заметить, что высота этого трамплина 51 метр Это гигантский трамплин Надо обладать неюжной смелостью, чтобы позволить себе съехать отсюда Французские игроки надеются добраться до пляжа Три, два, один, начали! И так начали, объявляет Оливье Ганьян французом Причем, как мне кажется, по-французски он стал говорить с большим акцентом Напоминаю, три спортсмена у китайской команды Трем спортсменам удалось вскарабкаться на пляж Но пляж это такой, как вы понимаете, какой это пляж? Просто резиновый круг, который болтается посредине бассейна Вторая французская спортсменка Красивая девушка, но сил тоже не хватает И как только я вижу, что у спортсмена не хватает сил Я понимаю, что время работает против этой команды Третий французский спортсмен вылетает Не отпускает ни на секунду от себя плотик или лодочку Следующий спортсмен готовится Потому что предыдущий уже занял место на плоту Хорошо, хорошо идут Еще есть время у французов А их уже на острове четверо Это уже результат лучше, чем у китайцев Я напоминаю, что наши спортсмены вчетвером оказались в результате на плоту А у французов уже пятый Так, так, к сожалению, уже пятый Для нас, к сожалению, и к счастью для французов И летит шестая французская спортсменка Время есть и, видимо, и шестой спортсменке из Франции Удастся вскарабкаться на плот Шестеро, шестеро и седьмой на подходе Но время уже не остается Видимо, шесть так и останется Стоп игра Команда из Украины на старте Три, два, один, старт Три, два, один, старт Командует Оливье И начинают свое вскарабкивание на плот украинские спортсмены Тяжело, тяжело, конечно, тяжело Вылететь красиво это полдела, а красиво вскарабкаться и закрепиться Вот задача основная Второй украинский спортсмен Я напоминаю, что наших четверо, китайцев трое, но шестеро французов вскарабкались на плот И теперь, если украинцы хотят обойти не только китайцев и нас, но и французов, им придется постараться Всемиром аж придется оказаться на плоту Красивая, красивая украинская спортсменка Я люблю смотреть, когда красивые девушки вылетают из красивой трубы Ну, это у меня такое хобби просто Где, где плот? Ага, плот подтянул Остров нашел Сил не хватает Не, очень быстро Очень быстро работают украинцы И есть шансы на победу По крайней мере, они уже не последние Вчетвером вскарабкались Пятый, пятый на подходе Тянут его за шлем, за жабры Уже в пятером Мне печально произносить эти вещи Но наша команда уже не будет на первом месте по итогам этого конкурса Времени практически не остается И результат у украинской команды очень и очень неплохой Все заплывы окончены Следующий, один балл Китайская команда Четыре балла У французов Российская команда Два балла И украинцы Четыре балла Общие результаты теперь таковы Китай три балла Россия семь баллов Франция десять баллов И Украина Двенадцать баллов Неприятно Проигрывать неприятно Но выигрывать всегда это невозможно Потому что в этой ситуации Либо мы одни нормальные И все остальные идиоты Либо Либо просто нет соперника по ключу Не надо забывать о том, что ты игра Мы должны получить удовольствие И оставить удовольствие на нас Итак, дамы и господа Следующий очень сложный конкурс Он называется Дорога к морю В этом конкурсе принимают участие По одному участнику Из каждой команды Разогнавшись Нужно как можно дальше Проскользить на животе По намыленному желобу Участникам дается две попытки Выигрывает команда Участник которой Сможет преодолеть Самое длинное расстояние Я так понимаю, что капитан команды Алексей Митрофанов На этот сложный И в то же время Достаточно задорный конкурс Без задора в нем нельзя принимать участие Отправляет Алексея Бакуленко Я прав? Абсолютно прав Алексей Мастер спорта по плаванию И вообще Сейчас он работает в фитнесе Тренированный парень Подготовленный И у него отличный костюм К тому же Интересно Зачем украинского спортсмена Обматывают скотчем Я понял Наверное Это такое Украинское ноу-хау Для того Чтобы игрок лучше скользил В конкурсе Дорога к морю Надеюсь Что правилами Это не запрещено Я действительно хочу пожелать Не удачи А я бы хотела пожелать Чтобы Мы были осторожнее В этой игре Внимательнее И как бы И не спешили Ни в коем случае Потому что Все-таки Это всего лишь игра Потеха Потеха По-русски На старте Команда Франции И России Внимание Все готовы Три-два-один Поскользили Три-два-один Поскользили Очень хорошо Алексей Вакуленко Разгоняется Хорошо едет Не обмотан Ничем Но хорошо едет Взбивая Перед собой Пену Вот это Результат Мне даже Начинает казаться Что это Может потянуть На лучший результат Больших гонок За все 20 лет А готовятся у нас Китайцы И украинцы А теперь На старт Выходит Команда Из Украины И Китая Внимание Начали Разгоняются Китайский И украинский Спортсмен Едут 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 Ну куда там Я даже Отсюда вижу Что далеко До Алексея Вакуленко Хотя это еще Далеко не все У каждого спортсмена По две попытки На старте Команда Из России И Франции Это вторая попытка Вторая попытка Спортсмены Разгоняются Леша ныряет Едет Прекрасно И во второй попытке Мне кажется Ему удается Даже улучшить Свой результат 35 метров 35 У французов Всего 13 И рядом с нашим Вакуленко Конечно Делать ему Просто нечего Леша Скажи пожалуйста Что помогает Ты тренировался Или что Хорошая динамика Это моя дисциплина Дмитрий Просто плавание Трюсберг Спасибо Мы тебя поздравляем Молодец Спасибо Вторая попытка У китайской И украинской команд Итак Спортсмены разгоняются Ныряют Я напоминаю Что у Вакуленко 35 метров Ну 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 Есть желающие Посостязаться с Россией Нет 11,5 метров Украина И всего 9 метров Китай Россия В этом конкурсе Номер 1 Супер А что ты встаешь Раньше времени Так А он же не успел Флажок тебе в два раза ставить Ты у себя Ну Послушай меня У тебя по рукам мерят У тебя первый раз Он тебе даже К сожалению Ближе поставил флажок Тебе просто Друз ты супер Умница Повернись пожалуйста Ну что ж Вот и все Заплывы Окончены И мне кажется Никто Никто не сможет Выиграть Выдернуть Вырвать У нашей команды В этом конкурсе Победу Но Есть Один Чего решение Мы будем ждать Этот человек Независимый рефери Из Швейцарии Оливье Ганьян Китайский участник Проскользил 9 метров 20 сантиметров Украинский 11,5 метров 13 метров Преодолел Французский игрок И наконец Российский Целых 35 метров Это победные 4 балла Одно очко У китайцев Два очка У украинцев Три очка У французов Четыре очка Принесло выступление Алексея Вакуленко Нашей команде Таким образом По итогам Всех прошедших Конкурсов Балы распределяются Следующим образом Общие результаты На этот момент Таковы Китай Четыре балла Россия Одиннадцать баллов Франция Тринадцать баллов И Украина Четырнадцать баллов Пока По итогам Прошедших Конкурсов Выше всех Находится Украина Но У российской команды Тоже неплохие шансы На победу Кстати На первый взгляд Может показаться Что атмосфера В больших гонках Наколена до предела И наши соперники Готовы на все Чтобы вырвать у нас победу С одной стороны Это так и есть Но Как и в любом спорте За пределами ринга Отношения Складываются По другому Это доказывают Ежедневные Совместные тренировки Так Например На днях Российские спортсмены Вместе с коллегами Из Украины Устроили соревнования По футболу Итог Три-три В нашу пользу Шутка Ничья Но Самое главное Это взаимовыручка Во время Самой игры Трибуны Одинаково Переживают Когда травмируются Участники Из обеих стран А врачи России И Украины Работают Вместе И оказывают Помощь Всем спортсменам Вне зависимости От того Из какой Они Команды Знаете Выигрывает Не тот Кто ничего не боится А тот Кто Правильно Все рассчитывает Я думаю Все будет нормально Итак Дорогие друзья Следующий конкурс Называется Халахуп В конкурсе Принимают участие По два человека От каждой команды Первый Находится в бочке И держит Халахуп А второй Пытается заставить Бычка Пройти через него Выигрывает Та команда Которой удалось Больше всего раз Заставить Бычка Пройти через Халахуп Кто будет принимать Участие В следующем конкурсе Халахуп В следующем конкурсе Участвуют Коля Лукинский И Алексей Вакуленко Опять Вакуленко Знаешь Он сам попросился Играть Он играет Шикарно У него все получается И я выполнила Его Настоятельную Скажем так Просьбу Ты есть в команде Да? Ой точно Я страшно переживаю Не то что нравится Я весь как будто бы Сам прыгаю Скачу И жутко страдаю За то что не происходит И я надеюсь Что у нас все получится И мы будем Обязательно будем А сейчас нас ждет Удивительный спектакль С Халахупом И Быком Все команды на старте Выпускайте Бычка Бык пошел Вот он Вылетает Я напоминаю Что нужно Быку пробежать Он пробегает Сквозь Халахуп Китайцев Пробегает Сквозь нас Наш Халахуп Падает Букинский Вакуленко И его возвращает Назад Молодцы Наши в бою Наши в бою Вновь Получает Травму Лукинский Он Он оказывается Под копытами Быка И Халахуп Оказывается Намотан Просто На копыта Быка Наша команда Без Халахупа Это очень Это очень плохо Я должен вам заметить Что Бочка Это несчастная бочка Просто сломана Этим животным пополам Пошло вон Животное Хотя Я очень люблю Животных Извините Что вырвалось Вот так вот Пока Очень хорошо Играют Французы Нет Нет Не получается У нашей команды Подставить Этот несчастный Халахуп Под Быка Отдельно Отдельно Лежат Хотел сказать Части тела Нет Части экипировки Налокотники Наколенники Это потерял Леша Вакуленко Налокотники Здесь нельзя Работать без Налокотников Французы Очень хорошо Работают Просто Подпихивают Быку Халахуп Налокотников Нельзя Чем еще Помочь Нашей команде Хоть сам Лезть туда Пытается Выдернуть Ах Как хорошо Очень хорошо Играет Этот момент В этот момент Наша команда Наша команда Представление Представление Непосредственно Непосредственно Господа Результаты С конкурсом У Китая 8 баллов У России 12 баллов У Украины И Франции По 16 баллов Очень жарко Очень страшные Быки Мы идем По-моему Вполне Неплохо Украина И Французы Примерно На одной линии Мы чуть дальше Китайцы Отстают Я думаю Что все будет Круто Я думаю Что наши Сейчас прыгнут На этих палках Так что Мало не покажется Итак Дамы и господа Пиной Финальный рубеж Конкурс Горки В финальном Конкурсе Горки Трем представителям От каждой команды Предстоит С помощью Шеста Подняться На вершину Горки Напомним Что благодаря Очкам Заработанным В прошлых Конкурсах Стартуют Участники С разных Позиций Представители Команды Которые Придут К финишу Первыми Принесут Победу Всей своей Команде В сегодняшней Игре Команды Ольга Слуцкер Оля Кто заявлен На финал Начинает Те соревнования Стас Костюшкин Который Будет добивать Дистанцию Следующий Второй номер Игорь Чертов Кандидат Мастера спорта По гимнастике И наконец Надежда Мастер спорта По гимнастике Кирилл Жинкин Он обязан Вырвать победу Последний Конкурс Очень тяжелый Но в нем Участвуют Самые ловкие У нас участники Это гимнасты Разминаются Как у спортивных Соревнований Как это бывает На олимпийских играх На чемпионатах мира Размывают суставы Даже предложила Делать массаж Вы знаете Я Всю жизнь Ну не всю жизнь В детстве Очень хотел быть Похожим на супермен Мне кажется Я теперь похож Мне по крайней мере Одежду супермена Мне точно дали Красотки мои красные Но все остальное По-моему Вот так А как это вижу Потому что Людям не видно Смотрите Какая красивая Итак Через несколько секунд Начинается Финальный рубеж Конкурс Горки Российская команда Начинается Отметки 12 Очень хорошо Стартует Украинцы С 16 С 16 Стартуют Французы И с 8 Всего лишь Стартуют Китайцы Хотя Как вы понимаете Разлет всего лишь В несколько Баллов Практически Ничего не решает Для финального Рубежа У нас сильная команда Но не стоит Недооценивать Наших соперников Россия 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 Ура Россия Внимание Господа Займите Свои места Итак Дамы и господа Дана команда К старту И спортсмены Занимают Свои позиции Я напоминаю По опыту Прошлого Сезона Одно лишь Минимальное нарушение И спортсмен Сразу снимается С дистанции Здесь мало Иметь сильные руки Здесь нужно Иметь память Мозг И прежде всего Скрещенные Ноги Все готовы Начали Итак Старт Дан Хорошо Хорошо идет Первый спортсмен Очень тяжело Очень тяжело Идет Стас И все-таки Настигает Украинского Спортсмена Не смог Не смог Не смог Не смог И второй Наш спортсмен Стартует Молодец Игорь Хорошо идет Хорошо идет Но мы потеряли Мы потеряли Время Очень тяжелый Конкурс И Застревает Застревает Шест У нашего Спортсмена И сил нет И второй Наш спортсмен Не может Справиться С дистанцией Как Впрочем И китайский Спортсмен И очень Красиво Идут Французы И украинцы Нет Нет У нас Видимо Не получится Но мы Опязаны Пороться До конца Какие Страсти Как разворачиваются События Они разворачиваются Несколько Трагично Для нашей Команде Финишировали Французы Финишировали Украинцы Кирилл Жинкин Мастер спорта По гимнастике Он тоже Финиширует Мы не последние Мы третий В этой игре В больших гонках Второго сезона Третий Это не проигрыш Мы приехали За победой И я напоминаю Что еще Будут игры В которых Наша команда Просто Огганзена Себя проявить Стас Костюшко Выступал На последнем Конкурсе Выше Всяческих Похвал Вот Если бы Все выступили Так же То было Совсем Другое Ощущение Игра Коллективная Да Ой Ну что я могу сказать Конечно Разочаровываем Я очень Разочаровываем Расстроен К сожалению Так получилось Второй раз Что у нас Неудачно Кто-то полез Очень обидно У меня все получилось Думаю Можно было Конечно Выступить лучше Можно было И потренироваться Получше Честно говоря Но Я вам скажу Такую вещь Что эти соревнования Открыли Группу Чай вдвоем Как Нормальных Спортсменов Давайте Поблагодарим Ребята За то что Они Выложились Полностью Они сделали Все что Они могли Да Не удалось Не удалось Выиграть Последний конкурс На который Мы очень Рассчитывали Я верю В то что Следующую игру Мы обязательно Должны выиграть Я не хочу Говорить Мы проиграли Но все равно Мы лучшие Я могу сказать Одно Мы старались Старались На полную катушку Получилось Не все Мне хочется верить Что наши Российские команды Еще не раз Докажут нам С вами Что мы Имеем право Гордиться Своей страной Я напоминаю Это Большие гонки Это Второй сезон Это Первый канал Меня зовут Дмитрий Наги Удачи вам Любви И терпения Давайте Верить Следующую Следующую субботу В больших гонках Сразится команда Крылья Родины Актриса Екатерина Гусева Позагорает на пляже Артем Михалков Поработает грузчиком Актер Александр Носик Узнает Хорошо ли живется На реюньоне С Траусом А актеры Павел Майков И Сергей Астахов Заболеют Золотой лихорадкой Правда Ненадолго Капитан команды Актер и режиссер Владимир Меньшов Смотрите Большие гонки Только На Первом канале